Сквер завода электроаппарат, 14 января, 3 месяца назад я здесь снимал репортаж о том, как высаживают новые молодые деревья взамен тех, которые варварски спилили, от которых ничего не осталось или только ствол. Был большой скандал, общественники писали различные обращения, писали в прокуратуру, администрация района уволила дендролога, который разрешил спилить деревья, и выделила целых 33 новых дерева. Но, посмотрите, что у нас происходит, кто-то от своих планов не отказался начать строительство в сквере завода электроаппарат, и стоит забор, новый забор, свежий, его поставили вот-вот, но здесь нет рабочих, никто здесь не копает, давайте посмотрим, что внутри. А внутри вот эти самые спиленные деревья и 6 новых молодых деревьев, которые мы сажали, то есть сажала администрация района, а мы присутствовали при этом замечательном событии. Получается, война еще не закончена, чтобы отстоять сквер, надо еще добиться сноса этого забора, потому что очевидно, что тот, кто поставил этот забор, будет всеми силами пытаться замять это дело, заглушить, чтобы об этом сквере забыли и построить здесь то, что он хочет. А как говорят, хотят здесь построить церковь, но это то, что сейчас произошло, это называется самозахват, потому что каких-то документов, реальных документов предъявить будет нельзя, будет какая-нибудь филькина грамота. Я надеюсь, Елена Хатломаджиян и Мария Мазурок доведут начатое до конца, деревья отстоять в тот раз удалось, теперь надо победить забор, и чтобы на скверх завода электроаппарат никто не думал покушаться. У нас в Ростове не так уж много парков осталось неиспорченных, где растут деревья, где могут жить животные. Одно из таких мест здесь...